Друзья, всем огромный привет, вышла игра The Surge 2, я в неё на самом деле поиграл уже где-то полтора часа и понял, что блин, я должен записать по ней выпуск, я не собирался её снимать, я купил её исключительно для себя просто поиграть, потому что мне нравится такого жанра игры, ну я думал, что типа может не зайти, но блин, она просто шикарнейшая, здесь такая боёвка, причём она очень разнообразная, здесь есть переплетение как раз тематик из Dark Souls'ов и прочих, потому что это прям вот Souls-like игра до мозга костей, просто в будущем с агументациями, с возможностью добавления имплантов, специальных механических костюмов, которые можно улучшать, улучшать руки, ноги, и это безумно круто, и давайте я вам всё-таки её покажу, то есть я умею играть, умею сражаться, соответственно я сейчас быстренько покажу где-нибудь первый час игры, попытаюсь сделать это максимально чётко и максимально подробно, и это типа не рекламный выпуск, за который мне кто-то заплатил, мне никто за это не заплатит, но это типа рекламный выпуск, потому что я хочу прорекламировать эту игру, потому что она этого достойна, вот чисто на мой взгляд, погнали. Что если бы машины были чисты от природы, изначально лишены морали, свободны от законов судьбы, но они созданы руками людей и унаследовали всё несовершенство своих творцов? Разве машины способны стать лучше, чем мы? Они неизбежно пойдут по стопам своих создателей, и тоже придут к горькому концу. Господи, что это? Оно летит прямо на нас! Манёвру, нет, 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 уходим в сторону! Господи, приготовьтесь к стоп на линию. Добро пожаловать в Джеррика Сити. У нас с вами здесь есть их кастомизация персонажа, но я особо кастомизировать не буду, просто возьму заготовленную девушку, только не такую, наверное, девушка будет такой. Хотя нет, прическа я тебе всё-таки изменю. Кастомизация здесь довольно-таки примитивная, может быть, даже одежду заменю на что-нибудь типа вот такого. Мне такая гораздо больше нравится, соответственно. Давайте поменяем ей, например, волосы, что-нибудь по типу... Я даже не знаю. Вот так вот, всё хорошо. Я специально беру чернокожую, вы узнаете почему. Два месяца спустя. Медицинский отчёт DC-1. Новый пациент уже несколько недель пребывает в состоянии полубреда. Судя по всему, субъект переживает тяжёлые травмирующие воспоминания о рейсе 221. О девочке и какой-то аномалии. Это ещё не конец. Но этого не может быть. В той аварии был всего один выживший. Блин, а этот персонаж даже выглядит лучше, чем мой предыдущий. Прикольно. Берегись. Эта штука, она убьёт тебя. Ну, суть, суть, конечно, не в лице, потому что всё равно мы будем смотреть, в основном, всегда на спину. Соответственно, здесь взяты механики из Dark Souls. Все боёвки и прочее, прочее, прочее. И очень хорошо воссозданы. А ещё разбавлены местными фишками геймплеем, которые я сейчас с вами покажу. Давайте быстренько всё соберём. Так вот, игра построена на механиках Dark Souls. Прям очень много механик. Но здесь очень много новых механик, которых там нету. И это действительно очень круто. Например, отсечение конечностей. Потом с конечностей ты получаешь соответствующие, так скажем, модули. Чертежи модулей. Ресурсы, соответственно. Ресурсы, чтобы делать потом по этим чертежам себе улучшение. Здесь есть экзокостюм. Но прямо сейчас у нас экзокостюма нету. Поэтому, секундочку. Мы с вами не можем даже увернуться. Увернуться, бегать нормально не можем. Ничего. То есть приходится всё делать просто вот именно кнопками движения. Я бы даже сравнил эту игру, знаете, с чем? Не просто с Dark Souls, а с смесью Dark Souls и, например, Секера. Пациентка доставлена несколько недель назад. По-прежнему в состоянии комнаты. Непонятно, заражена ли она. Господа, я всего лишь доктор первого уровня в следственном изоляторе. И всё же я против транспортировки. По крайней мере сейчас. Это как раз про нас. Чешем дальше. Здесь есть динозавры. Игра вполне подходит моему каналу. В общем, я сейчас разрушил здесь стеночку. Подожди, а я могу вот это собрать, нет? Что это? Подсказка. Активация захвата цели. Понятно. Хорошо, ладно, проехали. Здесь ничего не сделаешь. Туда мы с вами не пройдём. Нам нужно идти по кругу. А, привет, бот. Ладно. Нормуль. Надеюсь, сейчас получится всё показать довольно-таки чётко. То есть максимально чётко, насколько это возможно. Опа. Здесь, кстати, есть подкрадывание. Помимо подкрадывания, есть возможность, как я и сказал, отсекать части тел. Но с этих мы с вами почти ничего не соберём. Правда, всё равно, если будем отсекать части тел, то будем получать больше запчастей. Запчасти нужны для того, чтобы прокачиваться. Крафтить оборудование. Улучшения и прочее, прочее, прочее. Соответственно, обязательно это тело нужно, если получается. Но, да, с них мы с вами ничего не получим. Так, давайте-ка по-быстрому здесь ворвёмся, потому что сейчас там ещё один придёт, я думаю, если не ошибаюсь. Да, всё, правильно. Вон у нас весь закончилось, не страшно. Дядь, до свидания. А вон идёт и наш друг. И здесь есть парирование. И парирование здесь что-то типа как секера. Секера. Ты чё, застрял, да? Дай я тебе помогу. Иди сюда. Да он, походу, застрял. У него текстурка застряла там. Ладно, плевать. Так, забьём. И парирование, это здесь одна из самых главных и ключевых механик, которая позволяет наносить более сильные атаки. Здесь сидит заключённый, Бенджамин Берг. Угу. Я постараюсь. Так, мы с вами его не сможем оттуда вытащить, нам нужен их за костюм. Погнали сюда. Здесь есть кнопка, которая открывает соседнюю дверь, ну, через которую мы могли пройти, там как раз этот вот монстр шоу. Там как раз капитан Джеррика связывается с охраной и говорит, чтобы все не стрелили службу по максимуму, если так можно выразиться. Потому что преступники вырвались, и нужно сохранить порядок. И вот наш первый противник. Вообще, на самом деле, я думаю, что у меня получится отбавло. Да, отбарировать. Всё получится, всё хорошо. Тихо. Это я зря сделал. Я забыл, что нету у меня... Я забыл, что у меня нету этого самого у ворота. Да, всё хорошо, ладно. Я забыл, что у меня нету у ворота. Но с какой-то стороны, это просто замечательно. Потому что я сейчас продемонстрирую механику, которая здесь очень важна. Когда ты умираешь, то... Блин, я нажму на у ворот, а у меня его нету. Естественно, нету подсказки, откуда пойдёт атака. То есть, у нас с вами потом будет модуль. Так вот. Мы с вами начинаем с того же места, так скажем, с костра. То есть, как в... Естественно, да, в Сольсе были костры, так здесь вот эти вот медблоки. Мы начинаем с них. Это раз. Во-вторых, у нас с вами есть 2 минуты 30 секунд на то, чтобы собрать наши запчасти. Потому что так же, как и в Дарк Соус, они остались там, где мы с вами погибли. Так что, побыстренько мы сейчас проходим. Благо, здесь можно вот с этим быстро разобраться. Побыстренько мы туда проходим. Я так понимаю, что он... Сейчас ещё раз выйдет, да? Ага, хорошо. Иди ко мне. Ну, взять. Есть. Давай. Ну, я отфарировал нафигово. Тихо. Нам нужно в голову бить. Все остальные части у него хорошо защищены. Ладно, плевать. Не вышло. Ладно. Давай, иди ко мне. Всё отлично. Особо не увлекаемся. Потому что он силён. Опять я не то сделал. Но вот сейчас получилось. Ладно, сейчас добьём. Есть. Хорошо. Получен предмет. Ключ карты офицера Джонсона. Ну, можно было бы получше запарировать. Но ничего страшного. Просто у нас сейчас нет импланта, который будет показывать направление атаки. И вот наша первая медстанция. Ну, точнее, получается вторая. Потому что там же мы с вами восстановились на блоке. Да. Теперь мы можем получить свой экзокостюм. И открыть все те двери, которые были недоступны. Итак. Вот наш как раз экзокостюмчик. У нас с вами есть возможность прокачиваться. Соответственно, получать новый уровень. Есть заряды энергоблока. У нас сейчас их 10. Внизу тоже там в кружочке 10 написано. Это влияет на то, сколько у нас может быть имплантов, улучшений, улучшений брони и прочего, прочего, прочего. Соответственно, прокачивая уровень, мы повышаем это число. И также мы получаем очки на улучшение выносливости, здоровья, эффективности аккумулятора. Пока что будем выносливость качать. То есть, по большому счету, я могу... Нет, не могу дальше улучшиться. Мы с вами получаем наш первый экзокостюм. И получаем одежду. Также обязательно нужно собирать все голосовые сообщения. Соответственно, там будет потом магазинчик, который будет за каждые 10 голосовых сообщений что-то тебе давать. Я просто не знаю пока что, что. Вы можете получить модифицированный костюм. То есть, нам сейчас как раз рассказывают про этот костюмчик. Плюс вот там вот сидит, например, у нас с вами... Угу. Заключенный, у которого я хочу руку отсечь и забрать оружие. Как понимаете, сзади можно подкрасить, я уже об этом говорил. Таким образом можно нанести большое количество урона, зажать Х, отрубить ему часть тела. Мы можем получить часть тела какой-то чертеж, если у него есть там, например, чертеж. Или, например, получить ресурс, при помощи которого из этого чертежа можно сделать себе как раз, я не знаю, улучшение для брони, да? Странно. Мы же получили оружие. Ну ладно, хорошо, давай вот так вот снаряжение сюда. Вот это оружие. Очень странно. Нажимаем влево, не переключается вверх, не переключается. Что-то заглюк какой-то, ладно, предположим. Ну ладно, может быть, потом можно будет. Хорошо. Давайте вскроем дверь, может быть, я просто спешу, и прямо сейчас эта механика просто не работает вот и все. А может, какой-то маленький заглюк. Соответственно, теперь мы с вами можем все это дело вскрывать. Я предлагаю здесь просто увернуться, потому что вот эти вот ребятки с очень тяжелыми пушками, ну, типа, с ними не так приятно сражаться на самом деле. Расплавили. Зачем это все вот нужно делать, то есть, например, отсекать части тела для того, чтобы получать больше запчастей. Сейчас открой, дружище. Естественно, здесь есть сюжет, побочные задания и все дела. Не обраться и отплатить, но, как видишь, я сейчас на миле. Надеюсь, еще встретимся, Бенберг к долгу не остается. Куда ты сейчас отправляешься? Говорят, в городе есть эвакуационный лагерь, ворота Браво или как-то так. Попытаю удачу там. Всю жизнь мечтал работать с поисково-спасательной службой, может, еще увидимся. Так, а ты, Санта, в порядке? Мне, черт по-переди, никто не в порядке, я уже забыл, что значит в порядке. Люди бивают друг друга из-за металлолома, настоящая анархия. Мне остается лишь надеяться, что мы сможем выбраться отсюда живыми, но даже если мы выберемся, я понятия не имею, что ждет наш дальше. Понятно, а как ты вообще здесь оказался? Ты ведь в курсе насчет Крео, да? Ну, в общем, я там был. Это по поводу первой части. Как раз в этой станции произошел выброс, и, собственно говоря, вот со всеми это произошло. Вот он там был, и поэтому он попал как раз сюда. Давай сейчас быстренько всех здесь прочистим. Я это делаю исключительно для того, чтобы можно было... Сейчас, секунду. Я же могу тебя рассечь, интересно? Могу? Класс! Чтобы получить немножко запчастей, плюс в этой комнате еще одна запись. Постараемся все пройти максимально подробно, если так можно выразиться. И при этом максимально четко, без смертей почти. Правда, уже одна смерть была, но это не важно. Друг мой, иди сюда. Также у нас с вами как раз вот снизу есть заряды аккумуляторов. У нас сейчас их три. И при помощи этих зарядов аккумулятора мы с вами можем подвечиваться, потому что у нас есть такой импланк, который тратит один заряд, который набирается во время боя. И, естественно, нас подвечивают немножко. Также есть станции лечения, но таких станций почти нигде нету. То есть придется лечиться только им как раз при помощи имплантов. Давайте открываем ворота. Здесь, по большому счету, ничего особо интересного, кроме вот этой записи, где... Если не ошибаюсь, капитан-командир Джеррика, да, с кем-то разговаривает, говорит, что все катится в тартарары, что, типа, больше уже ничего не поделать, и дела сожалеют об этом там. Но тут есть такие аудиодневники, которые дают все-таки раскрытие сюжета, а есть просто какие-то с эмоциональной окраской, если так можно выразиться. Так, секундочку, мне интересно, ничего ли я не пропускаю? Импланты? Нет, все в порядке. Все, погнали вперед. Нет, подожди. Вот здесь оружейка. Но, честно говоря, вот смотри, можно как раз по-быстрому зажать ЛТ, сравнить. У меня урон 79, там 78, но там, если не ошибаюсь, под чаще удары. Но мне нравится мое. Мне даже больше нравятся мои дефибрилляторы, самые начальные оружия. Они, мне кажется, даже удобнее и легче. А вон и сам капитан Джеррика. Мимо меня никто не пройдет. Не подходи. Ну, вот именно. Ладно, мы сейчас ободнем стороной. Получен новый имплант, анализатор направления парирования. Вот он, можно применить. То есть, так можно автоматически ставить, можно вставлять здесь. Соответственно, теперь мы будем видеть, с какой стороны идет атака. Видите? Но парировать, парировать, ну этих очень сложно, которые медленно бьют. Парировать нужно исключительно в самый момент атаки. О, я вообще не запарировал. Молодец, сейчас я. Давайте посмотрим. Вот сейчас. Класс, ладно, плевать. Не умею я этих тяжелых парировать. Хорошо, договорились. Я говорю, я не очень много играл, но нет. Я парировать умею, умею нормально парировать. Просто вот с этими вот медлительными, вот этими длинными, длинными атаками не до конца все понятно. Ну, вот там сейчас еще один идет. Ну, привет. Пожалуйста. Давайте чем-нибудь отрубим. Голову, например, нет. Нет, слишком много урона. Что-нибудь здесь валяется? Нет, в этой комнате ничего. Эта комната просто для того, чтобы можно было все обойти сторонкой. Теперь мы с вами, кстати, можем бегать с ускорением, но это будет тратить нам... Но это будет тратить нам выносливость. Здесь еще какая-то мелочь лежит. Да иди сюда, иди, иди. Ну вот, то есть, вот такой удар легко от него отбить. А вот именно когда он на тебя прыгает, это не очень приятно. Так вот, секундочку. У нас с вами есть, еще как раз в Dark Souls, вот такие вот груды металлолома. В Dark Souls это были души такие светящиеся. Их можно было использовать и получать души оттуда. Отсюда тоже можно использовать и получить 100 запчастей. То есть, говорю, очень много механик взято оттуда. Мне кажется, разработчики даже это не скрывают. Также, говорю, парирование взятое из секера. Потому что после парирования... Вон, красот. Я не знаю, то ли динозавр, то ли штука, монстр какой-то. Потому что после парирования ты можешь нанести очень мощные контратаки. То есть, если ты не запарировал, контратаку провести невозможно. И, естественно, это прям вот, знаете, настолько хорошо проделано. Плюс все добивания, плюс все отсечения там конечностей. Это прям вот получаешь удовольствие от этого. Это тебя награждает за твой спил. То есть, ты научился парировать, и ты прям получаешь удовольствие от боевки. Просто бешеная. Добегу, нет? Не, мне кажется, не добегу. Не, не добегу. Я открыл и стоял просто так. А нужно на самом деле здесь открыть и просто бежать. Ну, это типа небольшое обучение такое. Давайте, прогонем туда. Хорошо. Все это дело забираем. Соответственно... О, у нас с вами еще плюс наличилочку. Ну-ка. Мне этот монстр напоминает монстр из Evolve. Evolve или как-то так. А вот наш первый босс. Выберем его правую руку. Как так-то? Ладно, хорошо. Не страшно. Иди сюда. Во, нормуль. Подлечимся. Только с ним нельзя увлекаться, потому что он вот стреляет огнем. Довольно-то неприятная атака. У него есть дрон, который тоже стреляет. Ну, иди сюда. А атак нормально. Можно парировать. Я бы даже сказал, нужно парировать. Лечимся. Держим на максимуме здоровья. Пускай прыгает. Руку нужно ему обязательно отсечь. Я на самом деле, мне кажется, зря парирую, потому что вот так вот мы гораздо больше урона наносим именно руке. Нам нужно полностью пробить броню. Иди ко мне. Броню сначала нужно сбить, только потом мы сможем ее отсечь и забрать у него оружие. Ах ты, черт, там дрон. Уходим. Выносливый захочется. Я пропустил удар из-за этого. Подходи. Нет, нужно было еще раз увернуться. Еще раз. Все в порядке, все в порядке. Все будет хорошо. Давай подлечимся на максимум. На всякий пожарный. Чтобы не влететь. Порой здесь можно зацепиться обо что-то. Но это вполне нормальная игровая механика. Сам лоханулся. Не отошел вовремя. Зацепился. Не смог вывернуться из-под удара. Он там выстрелил еще огнем. Поджег тебя. И привет. Бьем. Тихо. Уходим, 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 уходим. Все хорошо. Почти пробил руку. Почти пробил. Все, нужно отрубать. Тихо. Уходим, уходим. Вот сейчас я лоханулся. Подлечиваемся. И рубим руку. Нет? Что? Почему нет? Броня восстановилась? Еще раз. Подожди. Выбрал. Правая рука. Как так? Что за заглюб? Ну? Есть. Отрубить руку нужно. Отрубить. Давай. Отлично. Фу. Чего? Все нормально. Складной нож MG Pro. Пользователь любит при использовании. При исполнении. Дрон будет переназначен на ближайшего полицейского. Мы с вами благодаря этому разблокировали чертеж очень мощной руки АИД. Которая недоступна в самом начале. То есть, вот именно благодаря убийству и отсечению этой руки. Это раз. А во-вторых, мы получили с него неплохое оружие. То есть, секундочку. А, это не то. Лазер, пистолет. Это для дрона. Другие инъекции не обнаружены. Что-то у меня с управлением на самом деле. Почему я не могу переключить быстро оружие? Я немножко не понимаю. Потому что вот на этой клавише. Это для дрона. Хорошо. А, все. Я понял. Мы можем на X включать, выключать избранное. То есть, например, избранное вот это оружие, вот это оружие, вот это оружие. Все, я понял. И теперь клавишей вверх. На геймпаде мы можем переключаться. С него мы подняли вот такую махалочку. Вот такую вот махалочку. Очень мощную. Классную. Блин, вещь просто шикарнейшая. Тратит, конечно, выносливость жестко. А здесь, если не ошибаюсь, больше ничего на первом этаже нет. Давайте сейчас сюда заглянем. Ты слышал этот шум? Да. Но я не буду стоять здесь и ждать в тот момент, чтобы узнать, откуда он идет. Понятно. Так, секунду. Может, коробки какие-нибудь? Нет? Нет, от них ничего нету. Здесь воспоминания. Максимально четко говорю, максимально быстро идем вперед. Я здесь совсем одна, моя игрушка вон там. О, простите, забыла. Меня зовут Афина. Афина Гутенберг. Окей. Ее игрушка. Детская игрушка. Ты слышишь меня? Отправляйся в порт Никсон. Найди самолет. Хорошо. Узнайте, что случилось с Афиной, от этой девочкой. Ну, я думаю, вы так поняли. Сейчас, секундочку. Лечение. Как помните, мы с вами получили дрона с этого, как раз, полицейского. И можно его использовать вот в таких моментах. Но, правда, он не везде полезен, так скажем. Здесь огромное количество запчастей для него припрятано. Ну-ка, перепрыгну? Да, перепрыгну, хорошо. Здесь также всякие вкусняхи. Заряд. Ладно. При помощи заряда можно подлечиться в любой момент. Темновато немножко в игре, но я прямо сейчас не могу включить подсветку почему-то. Мне, видимо, нужен какой-то... Мне броня нужна на грудник, точно. Давай, перемахнем обратно. Есть. Здесь. Привет, чуваки. Да, слышу. Его зовут брат Трумен. Отлично. Лифт должен снова работать. Договорились. Здесь. Здесь, мне кажется, мы с вами проходили. Пробегали, точнее. Ну и все. В принципе, можно подниматься по лифту. Обучение закончено. Почти. Почти закончено. И выходим на улицу. А, ты все-таки к нам поднялась. Наконец-то мы встретились лично. Ну что, давайте поговорим. В твоих глазах горит огонь. Я уже давно не видел ничего подобного. Я буду быстро читать, потому что это выпуск не про сюжет. Город умирает. Только во дворе и на побережье еще можно укрыться, присоединяясь к моим братьям, и вместе мы вернем себе власть над городом. Сейчас или никогда. Видишь огромного восьминога? Там ты найдешь брата Илая. Он отправит тебя навстречу судьбе. Соответственно, нам нужно отправиться к брату Илая. Что произошло с этим городом? Должно быть, ты провела там очень много времени. Скоро ты с вами глазами видишь пугающую правду на улице в Царе Тонархе. Люди боятся новой зари. Правительство вызвело вокруг нас стену, чтобы остановить неизбежное. Они отвергают перемены, которые несет с собой Рой и Нанитов. Ну что ж, поехали. Потихонечку будем идти к брату Илаю. Надеюсь, что в этом выпуске сможем до туда дойти. Может быть и не сможем. Посмотрим. Самое главное. Я хочу показать основные моменты вот именно геймплея. Начало. Я не знаю, как я смонтирую. Возможно, очень коротко. Да, привет. Тут стоит персонаж, который очень забавен в том плане, что... Я сейчас объясню. Первый не нападаешь, да? Это умно. Хотя с учетом происходящего, я бы не стал тебя видеть. В Жерике нынче мало хороших людей. Вот мне и интересно, на чьей ты стороне. И я здесь в прошлый раз выбрал, ну, типа, то, что я плохой до мозга кости. Он сказал, ну, значит, будь сам по себе и улетел. А если выбрать я в команде хороших ребят, если не улучшишь свое никчемное снаржение, у тебя прямая дорога на кладбище. Теперь я знаю, о чем я говорю. Поверь, я знаю, о чем я говорю. Достойное снаряжение, о чем ты? Ты что, с луны выпала? Правила сейчас простые. Выживает сильнейший, а победитель получает все. Видишь, рядом со мной медицинскую станцию? Именно сюда тебе надо отнести все трофеи, чтобы сократить себе улучшение. Думаю, тебе следует начало попробовать. Прежде чем я доверю тебе делать это самостоятельно, вот, возьми детали. Хорошо. Как тебя зовут? Может быть, однажды я тебе скажу, если доживешь. Окей, понятно. Хорошо, до скорого. Береги себя. И он нам дает огромное количество улучшений. Соответственно, он нам дает, как сказать, ресурсы, для того, чтобы мы смогли скрафтить голову, руку, ногу и прочее, прочее, прочее. И вот здесь вот как раз это можно все сделать. Давайте залезаем в медицинскую станцию. Это, опять же, повторюсь, как костер, то есть точка сохранения. И после смерти мы будем возрождаться именно здесь. Можно разобрать металлолом. Он будет добавляться внутрь станции. Там снизу написано, в левом, в нижнем куртке напишено ОПС-200. Видите, это как раз сохранено. Мы можем уже с вами создать очень хорошую руку. Вот эту. Но. Сейчас, одну секундочку. Давайте создадим, потому что он дал для нее часть. Как раз вот эта вот механическая рука нарисована снизу. Это собирается с частей тела. И плюс у нас были запчасти. Но, если не ошибаюсь, там не хватит модулей энергоблока. Заряда, точнее, энергоблока, чтобы можно было ее использовать. Сейчас проверим. Мы также можем улучшить оружие. Но, опять же, чтобы улучшить то оружие, которое я сейчас использую. Вот это вот. Сладной нож. МГ-про. Могу улучшить, да? То есть мне всего хватает. Ай, какая красота. Я думал, что не смогу. Подожди. А это все самое простое. Ну, давай улучшим. Почему бы нет? И благодаря тому, что мы с вами правильно забили как раз первого босса, становимся очень сильны. И можем использовать руку. Нам всего хватает. Расход мощности 10 из 11. Можно, кстати, сразу залезть и немножко еще прокачаться. Потому что желательно побольше иметь выносливости вначале. Это будет очень сильно вам помогать. У нас 4 очка. Давайте быстренько прокачиваем. Окей. Принять. И нужно собирать абсолютно весь металлолом. Ну что, погнали потихонечку проходить игру. Обучение закончено. Вот теперь абсолютно точно. Здесь у нас с вами немножко металлолома валяется. Это потом с вами используем. И здесь уже пошли наши первые враги. Так. Как я и говорил, можно подкрадываться. Но мы с вами будем на самом деле... Тихо. Я лоханул, Слан. Хорошо. Ну давай. Во, хорош. Обязательно парировать будем. И отсекать. Чтобы получать дополнительные запчасти. Также получать с них дополнительные ресурсы. Мы еще одну катушку снаряжения для рук получили. Можно будет сделать другую руку. Прикольно. Разблокировали чертеж. Но он нам с вами не нужен. Потому что у нас с вами есть. Вылезай давай. Красавчик. Ха-ха-ха. Гад. Ну, давай. Отлично. Я кажется, я тебя подобью. В руку тоже, да? Да, тоже в руку. Зараза. Разрубаем. Все хорошо. Чуть было не погиб. Сам виноват. Но вот с разрубанием нужно быть, конечно, здесь поаккуратнее. Потому что так вот можно погибнуть. И еще немножко сплава. Еще одна рука прям поперла. Это называется поперла. Я когда играл, мне так не везло. Ладно, там стоит еще один. К нему можно подкрасться. Вот эту ногу мы ему отрубим нафиг. Тихо. А я лоханулся. Не подкрался я к нему. Не подкрался. Давай ползи сюда. Давай парировать. У нас прям очень сильная махалка. Безумно сильная. Минус нога. Привет. Иди сюда. Обломись. Нет, на тебя не хватит. Я его просто так забил. Ладно, я понял. Не смогли пробить броню, чтобы все забрать. А здесь что-то осталось? Оно подобралось автоматически? Я просто не видел. Нет, не подобралось ничего. Ну ладно, плевать. Давайте пройдем сюда. Давайте на ногу. Если бы мы с вами не отрубили ему эту руку, было бы посложнее. Не сильно, но посложнее, имею ввиду тому боссу. А так мы сейчас с вами будем рубить абсолютно всех на раз-два. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Не нужно выбирать его в цель. Здесь еще один стоит. А, сразу. Лечись. Я потратил. Точнее, просто закончился заряд один сам. Надо было увернуться. Надо было увернуться. Иди ко мне. Она сейчас будет молоту выкидать. Нормально. Иди сюда. Давай. Я не выбрал, что это отсекать, да? Да, не выбрал. Ну и плевать. Зато могу подлечиться. Что-то с нее все-таки выпало. Забираем. Немножко запчастей для чего? Наверное. Здесь, кстати, можно проникнуть вот туда. Вниз. Небольшая такая секреточка. Ничего особенного. При помощи этого можно здесь подняться. И собрать еще немножко запчастей вот здесь вот. Да, подлечимся, пока не исчезло. Оно как раз, заряд начинает мигать. Он периодически садится, как я говорил. Но есть импланты, которые вот этот процесс замедляют. Процесс того, что он садится. Ну-ка. Давай, на самом деле, сделаем вот так вот как-нибудь. На, в голову. До свидания. Дальше. Секунду. Вся игра построена на шорткатах так же, как и Дараксолс. То есть сейчас мы с вами открываем вот эту дверь здесь. И у нас появляется шорткат вот туда, к медстанции. Где мы с вами уже были. Пошли дальше. На самом деле, не будем сейчас здесь останавливаться. Наверху, если не ошибаюсь, кто-то должен был стоять. Да, вон она стоит. Еще одна с коктейлем Молотова. Интересно, она меня заметила? Нет, она меня еще не видела. Ребята, иди сюда. Давай, да, давай. Давай ко мне. Вот, у этой пушки. Ручки хорошие. Давай. Это ей, естественно, не поможет. Руби. Эта механика просто безумно круто сделана. Есть там пушки. Оружие. Оружие забрали. Хорошо. Но прямо сейчас она нам с вами не нужна у нас лучше. Ну, иди сюда. Предлагаю, знаете, что сделать? Поменять оружие. Просто, чтобы показать какие-то другие комбинаты. Наций и другие типы оружия. Это оружие безумно крутое, безумно мощное. И раз уж мы с вами взяли с нее новое оружие, так что предлагаю поменять на него. Это у нас с вами вот такой вот... Это пила. Пила, да, точно. Не топор, это пила. Идешь сюда? Нет? Она меня даже не заметила. Хорошо получился, удачно. Давай ногу. Вообще, руку попытаемся отсечь. Ну, давай. Давай, камон. Нет, все-таки с молотом. Кидай. Попытаемся тоже барировать. Если получится. Получится хорошо. Но, как видите, тоже неплохо. Тихо, отруби. Есть. Получу ее. Оружие или нет? Потому что этот огнемет, если не ошибаюсь, ни разу не забирал. Что у нас здесь с вами? Да, получил огнемет, поджигатель. Урон 72. Но также будет и горение. А сравнить ЛТ. Блин, горение 37. Ну что, попытаемся взять? Да, попытаемся. Используется кустарный поджигатель. Я без понятия, как он работает. Сюда мы с вами пройти не можем. А вот туда дальше уходит дорожка, по которой я, честно говоря, почти не ходил. Есть одна проблема, что у меня сейчас не подключено, если не ошибаюсь, к серверам. Не подключено же, да? А, у меня там какая-то проблема была. Эта карта. Просто с интернетом у Xbox. Вот и все. Вначале все было хорошо, а потом отрубилось. Здесь у меня, помню, заметка была, человек оставлял, что вот туда ходить не стоит. Потому что там третьего уровня. Как видите, довольно-таки мощный для нас. Нужно немножко раскачаться, улучшить снаряжение, только после этого туда идти. Прямо сейчас там делать нечего. Все, почесали вперед. Сейчас заодно протестируем огнемет. Можно, в принципе, у нас 1049 запчастей. Да нет, я предлагаю сразу идти вперед. А, сейчас знаете, что будет? Сейчас будет очень классный персонаж справа. Я, на самом деле, все-таки предлагаю сгонять сейчас что-нибудь сделать, что-нибудь улучшить или хотя бы чуть-чуть прокачаться. Потому что я хочу протестировать огнемет и протестировать не на том персонаже. Так, новый уровень. Окей, улучшили. Выползаем отсюда. Я не прокачал выносливость, секунду. Выносливость нужно прокачать обязательно. Разобрать металлолом. Пускай тоже вот здесь будет. Чтоб просто не забило карман. Все хорошо. Принимаем. Создавать. Будем что-нибудь? Мы можем создать еще одну руку? Можем. А, точно, для этого я и хотел прокачаться все правильно. У нас, как видите, есть только один чертеж руки. А остальных нету. Это броня с второго уровня, второго, третьего уровня персонажей. Даже с третьего уровня персонажей. Аид, это очень мощная броня. Соответственно, у нас с вами расход мощности 10 из 14. Я могу еще раз прокачаться? Нет, не могу. Но вот зато сейчас я как раз протестирую вот это вот оружие. Это раз. А во-вторых, раздобуду себе немножко. Как видите, у нас с вами идет поджигание. Все, он загорелся. И теперь будет гореть, да? Давай тело все-таки. Нет, тело. Слушай, он здесь реально горит. Ай, я что делаю? Уходим. Помирать точно не нужно. Увлекся. Зараза. Я реально увлекся. Ничего страшного. Наша запчасть вот здесь вот. Я хочу посмотреть. Вот именно отпарировать. Блин. Что ты будешь делать? Не ожидал. Это туда сверху. Отпарировать. Нанести вот такую серию атак. А, понятно, я его моментально поджигаю. Ну-ка. Ну, разрезание примерно такое же. Разблокированный чертеж на грудной броне, это хорошо. Так вот. Мы сейчас с вами только что подожгли его после парирования. То есть полностью. Ну, практически полностью. Вот здесь еще немножко. Да, нужно перезапустить их сбок, чтобы можно было подключиться к серверам. Ну ладно, без подсказок тоже можно играть, потому что я, в принципе, здесь все помню. А, опять же, вот здесь вот. Где-то здесь у нас с вами, вот. Аудиозапись. Добро пожаловать, Джерика. Ну, понятно. Как собрать? Вот там вот я пока что не понимаю. Это как-то вот оттуда нужно пройти. Я про тебя забыл. Ну, так, чуть-чуть забыл. Привет, чувак. Как же классно, а. Облаймись. Справа, что ли, меня найдут? Нет? Походу, да. Балдин, как это круто. Да, идет, идет, идет. Облаймись, зараза. Этим хорошо сражаться, когда против тебя несколько оппонентов, мне кажется. Одного поджег, переключился на второго, первый горит. То есть, мне кажется, действительно для этого используется. Но мы с вами выберем другое оружие. В принципе, давайте действительно еще немножко побегаем с нашими дефибрилляторами. Потому что это тоже очень хорошее оружие, мне прям очень понравилось. Отрубим тебе ногу нафиг. Хотя, на самом деле, против того, кто впереди, мне кажется, не самый лучший вариант. Ну ладно, сейчас посмотрим. А как я не отразил? Ладно, не нужно было бить просто в этот момент и все. А так-то тут отражать. Ммм. У меня не получается, ты прикинь. Странно прям как. Брата, ладно, давайте отобью. Во, хорошо. Прям для меня странно. Выносливости мало. Я привык, что просто больше выносливости. Вот и все. Ну я же говорю, я где-то полтора часа играл и выносливость прокачалась. Из-за этого у меня было гораздо проще. А сейчас я пытаюсь играть так же, как будто бы у меня много выносливости. А ее на самом деле нету. Возьмем с вами... Нет, это копье не хочу. Возьмем с вами... Ммм. Вот этот. Пилу. Окей. Мне кажется, при помощи нее будет чуть-чуть попроще. Иди сюда. Ну и естественно, тайминг, 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 тайминг очень важен. А я сейчас промахиваюсь мимо него. Мне кажется, как-то вот просто играть легче, чем играть и записывать. Но это всегда так. Да, нормально. Сейчас все будет хорошо. Давай, разрубим его. Что мы сейчас делаем? Ух ты. Я прям такого добивания даже не видел. Эта рука, по идее, должна быть. Ну или что-то типа того. Впереди у нас сейчас с вами будет очень веселый персонаж. Вон он стоит. Что-то типа мини-босса. Не получилось. Класс. Ну я молодец. Нормально, не страшно. Сейчас забьем. Все будет хорошо. Просто нужно все чуть более четче делать. И все будет нормально. Я лоханулся. Класс. Лечимся. Я же говорю, все нужно гораздо более четко делать. И все будет хорошо. Как видите, он второго уровня. Ну иди сюда. Здесь просто как-то посвободнее. Подходи. Нет? Не судьба? Ладно, я к тебе пойду. Давай. Я просто хочу забрать с него его оружие. И не получается, да? Не получается мне забрать с себя оружие, походу. Хотя сейчас посмотрим. Давай. Ну! Нет, нормально, нормально. Мы, походу, так и иначе получаем. Разблокировано снаряжение. Гриф. Оружейку, пожалуйста. Отдайся. Оружейку. Оружейку. Есть! Получили. Все. Просто берем его топоры. Это оружие. Это вот... Это просто шикарнейшая вещь. Мне кажется, мне просто немножко не хватает, опять же, брони. Потому что в броне ты более мобильный и более защищенный. Ну ладно. Это у нас с вами появится. Здесь парочка секреток. Так, ну да, на самом деле. Быстренько все забираем. Кстати, вот это не ерунда. Это сейчас тысяча была металлолома. Так. Быстро поднимаемся наверх. Здесь везде должны были бы быть подсказки от игроков других. Потому что они везде все оставляют. Их можно провайкать, самому оставить. Но прямо сейчас мы не можем оставить. У нас нету специального оборудования для этого. Ой. Ну я лоханулся, конечно, не может. Ну ладно. Но топорики просто шикарные. Топорики прям... Вот сплошное удовольствие от них получаешь. Давай в голову. Отлично. Там снизу еще один. Он первого уровня. Но если не ошибаюсь... А я могу здесь как-то пройти? Да, я мог вот туда повернуть налево и там пройти. Ну-ка. А сейчас выплазти туда, мне кажется, невозможно. То есть есть вариант просто спрыгнуть и все. И пройти там. Ладно, хорошо. Но все же... А здесь снизу что-нибудь? Как прикольно. Я сюда даже не спускался ни разу. Здесь огромное количество проходов. Огромное количество шорткатов, путей. Я думаю, что вот там вот дверь, куда мы сейчас с вами вниз спустились, она по-любому откроется. И все же вот сейчас поднимемся здесь наверх. Давай. А, секунда, секунду, мне нужно подумать. Вот сюда направо. Пролом. Здесь тоже дверь, которая тоже, скорее всего, в будущем откроется. Я это еще не открывал. Выпей меня. Здесь можно раскрыть. Надпись на скине была из-за лисы. В стране чудес. Так, привет. Что у нас с тобой? Новый имплант. Система при направлении физической агрессии. Но, типа, нам сейчас это не шибко нужно. Где он там? Дом под нами где-то. Хотелось бы, на самом деле, просто спрыгнуть на него. А, это обычный, с молотовым. Блевать, значит. Внимательно свердим за выносливостью, за атаками. И вот это просто безумно круто. С этими топорами контратака ты такое удовольствие от него получаешь. Как же это безумно круто сделано. Можно подлечиться. И из-за того, что наносится очень много ударов, ты очень быстро заряжаешь как раз аккумулятор. Очень легко подлечиваться, становится очень легко сражаться. Здесь вон еще один. Давай ногу. Да, все, Ханати. Смотри, что творим. Просто, просто безумие. Да, свидание. Блин, вот только ради этого стоит в эту игру играть. Конкретно от этих механик получаешь безумное удовольствие. Ладно, потихонечку чешем вперед. Здесь у нас все. На нас как раз подсказочки, что можно наверх подняться. Но, естественно, все коробки нужно разрушать, потому что под ними скрыты запчасти. Это у нас с вами наверх. А нам сейчас сюда. Кто там сейчас впереди будет? Еще одна с мечами, да? Походу, да. Давай по ноге, что ли? По ноге, пожалуйста. По ноге. Да, отлично. Отрубим. Это гриф, по идее, должен быть нога. Если я смогу забрать. Я смогу забрать? Да. Нет, это мусорщик. Да, садно. Ладно, хорошо, забираем все. У нас с вами сейчас не будет другой медстанции. Мы будем все время возвращаться к предыдущей. Потому что туда все шорткаты будут везти. Здесь, если не ошибаюсь, можно перепрыгнуть. Ну, это так просто небольшие подсказки, обучение и прочее. То есть нужно обязательно все замечать, проходить. Грода металлолома. Это просто, опять же, можно будет раскрыть. Лифт. Спокойно. Вот эту ногу. Давай, не спеша. Это просто жесть. У нас с вами, как видите... Эй! А как я умер-то? А, меня не выкинуло отсюда. Игра... Ага, спасибо, игра. Мы типа тонем, когда падаем в воду. Я первый раз здесь просто упал. И для меня сейчас была новость. Так вот, а я думал, что если просто умру, меня перекинет отсюда. Но нет. Новый имплант. Там вроде ничего нету. Аккумуляторный стимулятор. Это, если я не ошибаюсь, у тебя будет больше зарядов. Ну ладно, потом поставим. Когда доберемся до медстанции. Нам сейчас с вами чуть-чуть, и мы попадем как раз в шорткату. Давайте пройдем сюда. Здесь новые аудиозаписи. Поднимаемся наверх. Здесь очень много всяких фишек. Подходим к этому чуваку. Он нам рассказывает о том, что здесь есть... Что-то не говорится с ним. Вот, хорошо поговорить. Так вот, он подскажет, что здесь есть шорткат. Тайный проход. Он вот здесь вот. То есть мы с вами открываем дверь. Сейчас покажу, куда. Вот здесь тот медленный чувак. Здесь чувак, которому мы с вами со спины подкрадывались. У нас 2400 запчастей. Чтобы по новой ничего не месить, мы с вами просто идем вперед. Я думаю, что мы справимся. Так, двое, да? Давайте на самом деле вот с правым разберемся вот так вот. В голову. А не второго уровня. Но голова у него не защищена, в принципе. Или, скажем так, не сильно защищена. Это все можно подобрать. Чертеж, гриф. Хорошо. С тебя попытаемся ногу забрать, если получится. Кидай. Есть, отлично. И давай бей. Я не нажал. Я сам виноват. Хорошо. Я просто сам виноват, бывает. Плевать. Уходим. Добивай. Ладно, плевать на нее. Не могу подлечиться теперь. Мне нет заряда аккумулятора. Печалька. На самом деле, мне бы сейчас просто найти синюю такую коробочку. Кстати, здесь аудиозаписи. А здесь еще один этот самый. Давай-то проиграем. Все жители Джерико равны перед законом. Ну, это просто нужно собирать. Здесь воспоминания. Можешь бежать, девочка, но спрятаться тебе негде. Вот и все, малышка. Конец пути. Ты идешь с нами. Стой. Что она делает? Скорее, хватай ее. Что? Нет. Этого не может быть. И нам дают еще одну коробочку. Хорошо. Ну-ка. О, когти-трансформеры. Тоже отличное оружие. Блин. Подожди, сравнить. Мне кажется, у меня лучше, да? У меня лучше, реально. Но там есть дополнительный урон. То ли от кровотечения, то ли еще чего-то. Сейчас можно проверить, кстати. Секундочку. Давайте посмотрим. Вообще поставим на них вот это дело. Отсюда это все уберем. То есть мы с вами сможем переключаться между ними. Вот здесь все оставим. 95 урон. Бог с ним. Итак, урон от обычной атаки. И получение энергии плюс 35 с них. А, плюс 45. Ладно, подожди. Урон от нанитов. Они заряжены нанитами. И будет дополнительный урон от этого идти. То есть, ну, этим нужно еще как бы отравить или что-то типа того. И все-таки из-за того, что у меня абсолютно нету сейчас энергии, я предлагаю сгонять быстренько обратно. Хотя, подожди. Я вот это пропустил, на самом деле. Секунду. Вот. Вот здесь вот можно подняться. Да, по разрушенному. Сюда наверх. Но это, по большому счету, просто для того, чтобы можно было забрать полученное оружие для дрона. Флажок W2. Используйте. А, можно при помощи этого установить флажок в наиболее недоступных местах. И чем меньше игроков сможет найти мой флажок и уничтожить его, тем лучше у меня будет награда. Кстати, я сюда вообще не забирался. Здесь канат по нему мы сейчас не пройдем. Я сюда вообще не хотел. Здесь лифт, который ведет вниз. Подожди. Ну, хорошо, давай спустимся. Очень мало здоровья, не хотелось бы погибать. Здесь что это такое? Что-то можно открыть. Управление дверью. Эта дверь приводит меня вот сюда. Обалдеть. Еще один шорткат, который я не находил. Давайте забираемся сюда. Сейчас таким образом подлечимся. У нас 3000 металлолома. Обалдеть. Просто жесть. Хорошо погуляли. Прокачаемся пару раз. 15. Отлично. Создадим себе еще одну руку вот такую. Есть. Что, не могу? Как не могу? Все, можно одеть. Только мне немножко не хватает сейчас уровней. Подожди, давай прокачаемся. Если не ошибаюсь, буквально 1 единица энергии. Так, смотри. Эффективность аккумулятора это эффективность лечения. В принципе, можно подкачать немножко. Давай. Хотя бы там 120% сюда. И здесь побольше выносливости. Есть. 17 зарядов. Так. Подожди. Руку могу поставить? Просто не обратил внимания, сколько мне нужно. Да, могу поставить руку. Нет, не могу. Она расходует 5. Мне нужен еще один заряд буквально. Ничего, прокачиваемся. Пускай будет 18, 19, 20. Есть, прокачались. Теперь. Разблокирована новая ячейка для импланта. Вот это хорошо. Прокачиваем выносливость 200. Дальше качаем эффективность аккумулятора. Идем в создание. И создаем себе вот такой шлем. Да. Преобразовать. Х. Преобразовали. Создали. Это мы преобразовываем чуть ранее созданные детали в более хорошие. Таким образом, можно постоянно себе получать какие-то новые вещи. Создаем себе, естественно, шлем. И нужно обязательно броню сделать. Секунду. Про броню это я забыл. А про броню-то я и забыл. И мне теперь нет доступа. Не хватает немножечко материалов. Ну ладно, плевать. У нас с вами, главное, есть вторая рука. У нас теперь две руки. Есть шлем. Вот именно поэтому не стоит. Не стоит именно поэтому пытаться уворачиваться. Лучше всего блокировать. Вот прям лучше всего блокировать. Точнее парировать, пардон. Естественно, парировать. Сами видите, паринг, он вот тебе дает возможность разнести их в щепки. Пойдемте сейчас заберем. У нас еще две минуты. Где-то здесь должно валяться. Да, вон. Именно поэтому это самое главное. Научиться хорошо парировать и все. Любые атаки, любые атаки можно парировать. Опа. Зараза, это сейчас лоханулся. Молодец я. Ну ладно, не страшно. Просто с ним легче всего вот эту вот атаку отбивать. Ну видите, он прям очень долго ее заряжает. И естественно... Тихо, кто-то атакует меня там. Тихо, отруби. Отруби, отруби, отруби. Есть. Так вот, он прям очень долго это дело заряжает. И поэтому очень легко его подловить. Ну, тихо. На самом деле у меня тоже есть оружие. Не ты один такой модный, чувак. Один вот там. Иди сюда. Давай, давай, давай. Подходи. Ну же, сильный удар. Просто щит сбить. Хорошо. Иди ко мне. Отлично. Та же самая история. Радиация. Пускай его жарит. Ну, чуть-чуть не добрался. Чуть-чуть шоколад не добралась. Эй, я не вышел. Давай. Давай, давай, давай. Отлично, есть. Я думал, сейчас сдохну, честно говоря. Но нет, нормально. Вот в этом плане отрубанища сесть тела нужно всегда делать вовремя. То есть не спешить с этим добром. Ну-ка. У меня тоже есть пушка, чувак. У меня тоже есть. Не переживай. Давай. Спасибо. Здесь на самом деле есть дальше проходы, есть доп-задания. Но мы с вами отправимся в город. Если не ошибаюсь, сейчас перед городом, правда, будет мини-босс стоять. Хотя, может быть и обычный. Да нет, ты обычный, да. Тебе ничего особенного нету. О-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Нужно было увернуться. Это я лоханулся. Давай, заряжаем. Есть, хорошо. Но зарядка только для того, чтобы сломать щит. Дальше все по стандарту. Эй! Бро, я вернулся к тебе. В этот раз больше так не лохануйся. Давай сюда щит. Несчастье, тело не пропало и все хорошо Ну иди сюда, давай Это сейчас странно было, ладно Да это ж простое, босс-то, господи Нормально Иди сюда ко мне, давай-давай-давай-давай Обламись Отрывай Я руку тебя заберу, ладно? А у меня есть такая рука Ну пускай будет просто для коллекции Может быть оттуда сейчас какой-нибудь часть попадется, да? Ну в принципе, нет и нет, и бог с ним И таким образом мы с вами добираемся до дворик на побережье Здесь можно поговорить со всеми НПЦ Здесь есть магазины, здесь есть продолжение основного задания И здесь есть медицинская станция Естественно, нам еще придется вернуться и в прошлую локацию И, честно говоря, отсюда как бы по основному заданию нужно идти дальше Но на этом мы с вами остановимся У нас только осталась одна маленькая деталька У нас с вами достаточное количество, мне кажется, запчастей Плюс мы можем металлолом разобрать Мы с вами зайдем сюда, в импланты У нас есть место еще под один имплант и где-то имплант должен быть, который прибавляет нам мощности А я такого импланта не подобрал, понятно Импланты нужно подбирать вот именно отрубая головы Там очень много всяких разных имплатов приходит И мне чуть-чуть не повезло, у меня такого импланта нету Но, в принципе, он здесь существует Я думаю, что в следующем выпуске я его подберу Ну, я не знаю, наверное, следующий выпуск все-таки будет Сложно сказать Теперь мы с вами можем сделать себе В принципе, да, мы можем создать одну ногу Почему бы и нет Создана нога-гриф И установить ее вот сюда Тем более, у нас с вами хватает для этого энергии Но нужно сделать еще второе Как видите, все части брони дают защиту Каждая из частей дает свои какие-то бонусы Здесь, например, расход выносливости бег плюс 8% То есть, я так понимаю, все-таки выносливость будет больше расходоваться Здесь у нас с вами силы удара плюс 10 Но скорость атаки минус 3 При этом устойчивость 84 Это насколько мне сложно будет сбить И, естественно, класс брони Голиаф 42 Аид То есть, вообще шикарнейшая штука Это просто замечательно шикарнейшая броня То есть, в самом начале нужно обязательно себе такую раздобыть с первого босса На этом этот выпуск завершим Мы с вами посмотрели в нем основные механики У вороты, парирование Фишки, которые дает парирование на основных боссов Я надеюсь, что вам игра понравилась И я вам советую приобрести поиграть Здесь есть сюжет Сюжет, ну, нормальный Но не супер-попперский Самое главное, это геймплей Самое главное, это здесь действительно очень хороший геймплей А по сюжету мне еще сложно что-то сказать Потому что я до конца не дошел Я слышал только мнение парочки обзорщиков А их мнение, оно может не совпадать, например, с вашим или с моим Что зачастую, кстати, и бывает На этом все Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски А я, скорее всего, по этой игре сделаю еще выпуски Потому что она меня просто зацепила Может быть, каких-то боссов, какие-то фишки, какую-то броню Или, может быть, дальше прохождение Посмотрим Все зависит от того, насколько хорошо зайдет этот выпуск Удачи, друзья, пока Увидимся в следующих выпусках Субтитры сделал DimaTorzok